но это действительно обсерватория так 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 сейчас тебе откроется суть всех твоих изысканий бьюсь об заклад что ничего более волнующего ты никогда в жизни не испытывал это награда за наши труды твоя способность противостоять нулю просто удивительно только я способен изготовить этот ключ и уверен что повернуть его сможешь только ты теперь все готово последние несколько расчетов не составит для тебя особого труда и после того как ты откроешь врата и я к тебе присоединюсь пройдем через них вместе величайшее открытие за много поколений с уважением мастер это тот самый кристалл до который как-то взаимодействует с нулем и имеет место быть ладно не очень-то и хотелось это созвездие это созвездие и как это работает непонятно вообще ни разу так наверно надо опускать этот телескоп прям пятый мир пятый мист и мир наблюдения да так есть три крутилки две крутилки звезда луна звезда луна звезда и луна звезда и луна дрэгон дракон допустим а что нам это дало видимо гол за дрэгон но как следуй за драконом я в целом не против но как а вот там еще какая-то навигационная штука а 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 Так, а что последнее покрутить? Они все должны коснуться синий Хочется, как будто у меня какого-то одного круга не хватает Либо я неправильно расположил Потому что можно сделать так и можно сделать вот так Так, стеклянно-резной диск Да, это все следует за драконом Однозначно надпись Даже без диска понятно Дракон Драко Ага, звезда Это говорит, что? Это звезда грамма моей жизни Ааа, я понял Так, схема Три, два И два на хвосте Нет, стоп Кажется так Все проверим Вот типа голова Ну, голова, четыре в круг Здесь солнце, здесь луна Потом следующее После первого кольца Потом два кольца на спуск Два в хвосте Одна звезда На конце Ага Так, так После первого кольца Два в конце Одна звезда Вот так Пусочек пергаментной бумаги Объектив от телескопа Окей Знак из зряка И там еще что-то есть Ладно А, он тут типа сломанный Окей Что мне надо? Нужна дошифровка Это ключ к шифра Это ключ к шифру И нам нужен шифр Где квадрат сойдется С квадратом Например, да? То есть вот этот Круг с кругом А ромб с ромбом Так, звезда Это Это луна А луна Это Кобра Так Левая руля Кобра Равруля Вот так Походу Давай смотри Тут что-то появляется Так А что мне надо А вот А это Ага А как мне Ага 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 Нашифровку На ляпадь Ага Ага так звезда спираль луна треугольник окей прогуляем треугольник 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 а вот что то есть большая металлическая рукоятка и на куда я ее запихнул эту рукоятку сюда бесполезно питания нет где-то где есть шестерни да а где у нас вот тут у нас есть шестерни у нас там еще 3 зеленый огонек неразгадан то есть мне нужно будет еще получить одну пластину потом пойти еще в перископе поковыряться питание питание рубильник и все в том же духе так 12 тройки не хватает тройка здесь как это вращать это здесь только то не вращает и чё тут мне хочешь чтобы тут изобразил наверное тут для начала где-то найти вот это я могу собрать это звезда в луне еще чет сатанинское энпси сумма маленькая шестеренка ну в любом случае у нас есть тут какие-то три экрана вон маленькая шестеренка нет наверно сюда не подойдет хотя нет хотя нет чет квадратное надо это не энпси сумма это что-то другое но в любом случае мы дали куда-то питание и по моему я не провернул эту штуку пойдем смотреть куда нам питание дали а на рычаг далее окей модель генераторная комната только для электриков так вот смотри тут в коробке как вот что-то под запрятана малость слишком она подозрительная но нет наверно нет так суда что что шестигранник здесь просто пимпочка как волчок я понял что-то загружать ну давай так давай так у нас есть шестеренка которая не совсем понятно для чего нужна есть моделька которая похожа на то что но тут кстати внутри ах что-то было я электрик мне можно не переживай я как ты брат только хуже только хуже а вот смотри там что-то на полу есть 12 плохо видно февраль февраль 12 9 февраль 12 9 февраль 12 9 на судо не подойдет точно а вот как-то вот с этими крутилками все завязано что я подобрал я ничего толком не подобрал вот подобрал февраль 12 9 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 она в общем то не крутится никак вроде бы что то какие то три панели вот это что такое вот зачем оно я ничего похожего не видел я могу по смыслу сложить ну чтобы у нас все части соединялись чтобы не было хвостиков скажем так ну тут вариантов вагона здесь нет здесь нужен какой-то какой-то шаблон а что на больших часах большие часы мы почти не осматривали кстати есть салазка куда должна тройка сползти когда мы их провернем но мы-то их еще не провернули то есть мы должны повернуть горячий туда тройку чтобы завершить большие часы это логично а в остальном они смотрят у нас на юг ну и что на юг но при этом на единицу тройка против юга это как-то меняет ситуацию это никак не меняет ситуацию а потом почему потому что стрелка расположена на севере что я и так и так пробовал а смысл какой нет 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 если поставить как она есть сейчас то это вот так получается причем она стоит не совсем а подожди она не совсем стоит вот так она стоит на 9 вест а я как я так и завернусь вот так вот так возможно она не двигается но никак не двигается и я вообще пофигу что это врача я хорошо там дерево нам надо вернуться в комнаты ничего сейчас пока тут мы сделаем и я что-то в электрогенератор упустил генератор это последнее место из которого мы выходили а значит скорее всего в нем решение это идеальный балансир на полу там что-то тоже написано на входе но плохо читать карта мне ничего не дают и он и у нас это у нас если честно не сделано не сделано еще одно созвездие но я не знаю какое созвездие искать козерога что-то сбоку есть скорпион скорпион близнецы весы так вот тут что-то сбоку есть это штуки такие вещи что я ческать вообще не могу представить куда их можно запихнуть вот честно и откровенно понятно но смотри раз там есть модель к которой мы вращаем да соответственно и солнечные часы по идее должны были встать куда-то туда там нужна звезда звезды у меня нет есть шестерня шестерня прямоугольная но шестерня маленькая над какого-то механизма какому-то механизме не хватает шестеренки не шестиугольника а шестеренки это похоже на кнопку но это не кнопка это штука вообще не работает нет она пока не запитана или запитана нет она не запитана что ее питает питает ее вот тот щиток который будет питать от верха козероги водолеи рыбы скорпионы в смысле маленькие часы часов нету маленьких какие маленькие часы где ты их видел последний раз маленькие часы может мне теперь планеты как-то по-другому будут выдавать нет луна треугольник это это мы это мы решили что я потерялся февраль 12 9 вход мы жмакнули запитали открыли надо подать второе питание туда чтобы с этим щитом взаимодействовать так что комната нам сейчас не подходит ну что маленькие вот маленькие часы толку от них они не жмакаются тут нечего в них покрутить куда-то их корячить чтобы они отбросили тень на модельку на модельку на модельку ставить некуда они не встают на модельку вот чем проблема теоретически они должны быть оттуда вот отверха где мы распределяем питание по комнатам без питания там делать нехрен в телескоп не смотреть тоже по большому счету не имеет смысла потому что у меня нет координат которые нам нужны координат солнца и луны остается только вот эта поляна с нее надо дать а почему именно с нее надо дать запитку ну потому что а кто сказал что мне прям с нее надо дать запитку кстати провода то нет ты думаешь я плохо ставлю а пойдем посмотрим я понимаю что логически они должны быть там здесь даже дырочки нету чтобы их сюда поставить понимаешь вот вот нет не ставится давай внизу большая шестеремка и теперь то конечно здесь есть дырочка я ее крутил я крутил так сяк вот так вот так я крутил по всякому я и уже облизал со всех сторон просто как она открылась что за глупость а теперь понятно куда шестеренки мелкая на квадраты шестеренку можно менять местами непонятно что-то мне хотят здесь перебрасываем крутим понятно перебрасывать можем крутим понятно мне еще какой-то шестеренки не хватает нибудь круглая 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 давай сюда вижу маленькая треугольная большая круглая стыковочная и маленькая перекидываем большая ручка сейчас разберу пол сферы там будет одна маленькая шестеренка или магнитик латунная рукаветка ну в этот раз побольше то прошлый раз такую сферу развалили а там магнитик шар с гнездом это для для минерала возможно для минерала ладно разберемся вот это еще штука не открыта здесь я по-моему тоже еще не все покрутил мне явно шестеренок не хватает то есть надо конечно вот этот как-то вверх еще сдвинуть а вот эту покрутить это примерно вот так нет это примерно вот так и что это надо будет проворачивать и как-то ставить хорошо короче мне шестерни не хватает гнездо шар с гнездом и еще есть что-то круглое поставить нет нет черно-белая а может мы ее сейчас это куда-нибудь ее силу направим что-нибудь запитаем и она станет черно-белой я не удивлюсь гнездо в форме звезды интересно пошли в электрику шестигранка нет у меня еще нет шестигранного круглые у меня все шестеренки ты думаешь по моему не хватает в голове потому что я уже начинаю тупить со страшной силой ну пошли ну пошли промежуточно я поставить не могу а могу все вопросов нет вопроса отпали сами собой не достает не достает но еще казалось она только влево или вправо встает а вот это нежданчик и пирамида хорошо хорошо это все крутится или мне что-то конкретное надо будет покрутить вот марс нет это не марс это марс но это символ марса по крайней мере а че за план подожди а где а где более менее привычные и почему марс перед землей а не после земли если это вегера из а подожди может это знаки противоположности ставят да тогда да это венера это меркурий но нам просто символ мужского начала поставили они женского поэтому странно так не соснова я понял тогда вот так австралия всякие зеландии всякие зеландии вот а теперь отлично ну хорошо а почему венера выглядит как марс новая художника потеряла страна вот наверное все таки ключ собрать пока мы далеко не бежали насадки для объектив по тут всякие пока не пошли какая большая обсерватория так с плоскостью вот так мы были далеко от решения загадки знакомое место это надо опустить на фенере пионеры еще разок а все больше не дадут она наверно опустилась и в реальности как и в модельке и шестигранник мы сможем поставить в стойку и что-нибудь там сделать надо только запомнить вот этот код значит а звезда с луна палки и мужик звезда луна это код это код то мы еще что-то можем походу здесь сделать или пока не можем потому что ничего то нет ладно пойдем вещь насадка на объектив для более острых ощущений вот значит нам нужен мужик кажется как то так ничего себе мы приблизили это кстати скорее всего мы приблизили к марсу друзья к марсу и я какой-то но бульварной газетенки читал что там нашли какие-то пирамиды на марсе то есть мы увидели с вами цивилизацию марса прикольно ну ладно а эта штука да действительно смотри на черт тут панпа наломала да это планеты что-то с планетами связано давай вот это суда так и надо поставить как там да хорошо солнце качает наверх красная наверху зеленку наверх еще до красная у нас наверху остается синяя и зеленая должны зайти красная зеленая синяя вот так теперь выход а я не понял куда белую сюда на угол да на угол а теперь только прокрутить осталось а 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 и а Продолжение следует... 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 Так, Скорпион, это плохо или хорошо? Пошли посмотрим. Или мне их нажать надо? Я нажал, и мне, по идее, должна вот тут дверь открыться, да? Что-то такого плана. Ну, хорошо. Хорошо. А что по закуткам? А, наверное, чего? А это чё? А это так, надо посмотреть. Ага. Короче, три пути надо будет пройти, нажимать кнопки и выходить вот в этот зал. По трем путям. Я понял. Так, тогда сейчас возвращаемся. Ага, после треукольника. Через ход направо. Ага, ясно. А где я? От зала, да? От зала отхожу. Ну, суть ясна, в принципе, если здесь никаких ловушек нету, ничего такого нету, то, в общем-то, это не сложно. Но, возможно, чё-то можно упустить, интересно. Да, посмотровой треугольник. Сюда и направо. Теперь до упора до кнопки. Это скорпион, весы и рыба, да, получается. Так, сломанная стена, упавшая стена. Друг волум. А здесь, в принципе, по правилу правой руки. Можно будет сквозануть. Да. Там кнопка. Угу. Колодец. Кнопка. И выход. И делаем выход. Шар. Хорошо, шар, так шар. Шар для модели. Для модели Вселенной. Я до п callа. Коммуник. Я до пау. И я до пау. Да, я до пау. Я до пау. Посы. Мне до пау. Я до пау. Конечно. Отпа. Фиксаторы примерно как в этом Примерно как в маяке Ну и все, что не так? Что не так-то? Ну, стойки держат, да? Да, две боковины держат вот эти Ну и, а как их? Я что-то не нажал Или я все нажал? Не собрал? Подожди, как не собрал? Куда там еще? А, точно, точно, там же еще вот Вот они две Хорошо, я понял Все, по-моему, шесть часов Это для меня предел Таких игр А здесь мне ползунок не дают Ага Хорошо Мне кажется, что не так Миса едет А, все-все-все-все-все-все Вместе У них есть предел на ход Предел на ход Тупо она есть То есть вот так Вот так Вот так Опять ниск не собрал Что ж ты за рукожоп-то Такой шум У нас было сегодня 3 часа Второй комнаты И вот это идет 5,5 5,38 По моему времени Прямой трансляции Это идет Третья комната 5,38 Короче, за 6 часов Приблизительно Я думаю, пройдем Эпизод пройден Сами звезды сговорились Остановить вас в обсерватории Но упорством он был не занимать Каждый ваш шаг Это шаг на свободу Или еще глубже В дьявольский лабиринт Или еще глубже В дьявольский лабиринт Продолжить Я и допью У нас осталось поставить Последнюю пирамиду Еще есть две запчасти Которые не совсем понятно куда А еще есть отвертка Но это, видимо В комплекте шла С китайской посылкой Вот эти штуки Они словно Модельки со стола Если я успею Завтра отрендерить То завтра будет Потому что я перерендерю Чтобы поправить звук Ну и вырезать Вступление Там музыку Которая правами Обкладывается И так далее Постараюсь Хотя бы начать Выкладывать завтра Хотя бы там Первые серии Серии надо будет делать По полтора По два часа Не более Ну в общем Разобью по сериям Но выложу Все по мере По мере появления То есть Буквально Деть максимум два Так Вот теперь вопрос Я понимаю Что они пригодятся Отверточки Китайские Они всегда пригодятся Особенно с синей Синей оплеткой Нет Книга точно Но я же помню Что где-то есть Места под все это Дело Но серьезно Где-то же я их видел Ладно Пошли ставить пирамиду Идей пока у меня нет На это все Тут еще что-то Надо будет в центр Горячить Это однозначно Девушки отдыхают конечно конечно это уже все пройдено болванка записал там ее песню сыграл в театре получил кристалл поставил ну в общем это все уже сделано так что по моему нас немножко обманули из пяти треугольников такого не собрать разве что разве что оно сложилось ну треугольники раскрылись вот тогда это еще можно собрать по-моему то есть как бы вот да и три стороны далее одно и три стороны вот тогда это я еще поверю не помню как эта штука называется пентагон по моему или как-то так ключ мастера мне кажется мы зря это сделали сварнули не понадобится ну да смотри есть открывашка здесь две открывашки здесь я просто уверен что они от модели а к модели мы как подали модель мы попадали через кабинет через кабинет через аппарат и по-моему я его не смогу уже запустить потому что мы это уже прошли тогда вопрос как мне попасть к столу к модели чтобы поставить туда вот эти запчасти ответ не как еще вот этот шкаф ну хорошо пойдем просто я не хочу ничего пропустить так так похоже на звездное небо из первой комнаты ну из первой игры место конечно под ключ мастера нет наверное надо сначала ставить потом уже все остальное у меня по моему ничего больше пятиконечного нету тут 4 это похоже вообще на крышу какого-то домика а это на какую-то секцию от этого домика так такой же слюз тут нет ничего такого что можно было бы открутить отверткой это было бы по крайней мере логично металлическое кольцо однако так три режима и прокрутка это не сложно это несложно как Девфиль. Девфиль. Так, ну куда тебя приляпать? Допустим. Девфиль. Прямо туда? Ну погоди, прям туда. А вот это все зачем? Вот это вот, две точки. Ладно. Погнали в куб. Мне прям не нравится эта затея. Ага. У нас когда два свободных надо, а все я понял, что Значит, группами подвое надо направить их в одном направлении. В отрицательном направлении. Теперь. Вот так. Фиксируем и вот так. В отрицательном направлении. Изначально. А, смотри. Смотри, вот они действительно. В отрицательном направлении. В отрицательном направлении. Смотри. Продолжение следует... 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 что поменялось короче есть деревянная дверь без нуля есть деревянная дверь с нулем и получается есть вагон поезда то есть у нас получается есть три концовки да интересно какие будем смотреть точнее я планирую посмотреть все три на этом стриме переигрывать просто последний финал тем более понятно что что то делать какой вы хотели посмотреть ребят 1 если кто-то еще есть живой и не спящий есть деревянная дверь есть деревянная дверь с тентаклями там снимают жесткий хентай и есть вагон поезда с которого мы только начинали технически получается что если мы пойдем вагон поезда то мы пройдем по финалу бардача за мне другими концовками не все понятно но они по крайней мере похоже по смыслу с нулем с нулем деревянную дверь с нулем да но с тентаклями хорошо давай так в общем то нет разницы мы все равно я говорю попробуем посмотреть все три муж какие-то почему они будут две одинаковые а с тентаклями это без тентаклей уже должны быть разные ладно дверь с нулем поехали так это пристань да как это как фильме война миров да но это 0 опять это место разрушает и засасывает сама в себя это как с особняком до заметает следы я не узнаю получишь ли ты когда-нибудь это письмо могу быть уверенным лишь том что охранник примет от меня взятку приходи немедленно нечто только и ждала чтобы мы открыли врата ждала неизмеримо долго теперь она здесь мы все обречены знаю тебя нет причин не верить но у тебя нет выбора только ты можешь помочь только ты владеешь знаниями только ты можешь поверить мне я в бетлигэме найди меня мы выпустили кракена выпускаем кракена походу так пять часов сорок одна четыре концовки все-таки в игре до получается это то что нам предвещал это кукла шаманка и мы сделали релиз то есть появление или выход мы выпустили кракена изменить свою судьбу а как подожди как это будет мы сначала начнем а могу я как-то или как лимон или из концовки сейчас начну нормально а отлично хорошо сейчас быстренько четыре концовки что у нас там было у нас там был вояж то есть лодка было мост потерянный это какой-то храм был насколько я помню что-то еще был мы посмотрим кстати честно говоря я не понимаю как выйти на четвертую концовку возможно она откроется после того как мы откроем первые три но посмотреть хочется смотреть хочется все даже если в них есть небольшое различие действительно 0 пытается прорваться в основной мир и это было понятно по второй комнате и того что произошло с особняком я надеюсь я не спалернул почти крадяк я уже полезу и найду где-нибудь как ее сделать потому что сил моих больше нет а посмотреть хочется все концовки но посмотрим давай дойдем до этого момента потом уже будем думать причем я не знаю если выбирать судьбу и здесь делаешь примерно от нити ждите хотя мне отвертка есть это мне не дает покоя просто я не понимаю зачем повторять вот эти загадки можно же было уже привести человека вот к моменту выбора именно непосредственно каким лучом включить и всего на этом закончится возможно чтобы получить четвертую нам необходимо именно что-то делать здесь и сейчас и в том числе с отверткой ну давай пока три посмотрим а потом подумаем и мне просто десна и сейчас скажи пожалуйста есть ли у меня все что надо чтобы сделать четвертую концовку либо нам придется бродить по по этому но ты понял по особняку не по особняку а по маяку так с тентаклями мы попробовали тентакли я даже разгадывать пока не буду на все но это хорошо делаю предположение что меня не просто так забрасывают самое начало то есть что-то я здесь выпускаю как четвертый вариант с этими все понятно тут какой луч выберешь так и кончится так ну что паровоз или пристально без кракена с вагоном с вагоном было бы проще я и тут но это легко решается лан погнали вагон до давайте вагон погнали вроде все нормально письмо мои поздравления ты в центре моего лабиринта возможно ты чувствуешь себя победителем но на самом деле свобода еще никогда не было столь далеко от тебя в качестве утешения могу сказать что очень многих перед тобой постигла такая же участь помни что тебя привели сюда лишь твои собственные решения поскольку ты обожаешь загадки вот последний из них надеюсь она скрасит твое вечное пребывание здесь чем разница между хитросплетением и лабиринтом ну откуда ж тебе знать если ты не можешь отличить даже комнату от темницы с уважением мастер это концовка потерявшийся но или заблудившийся или заблудившийся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот уж то, что мы действительно с вами не сделали Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну почему бы и нет Дима Торзок Если нас не вырубят тентакли, то мы скорее всего на лодке уплывем Только получается, что вот это пространство, оно то ли будет не закрыто, то ли сюда сможет попасть другой соискатель Потому что получается, что соискателей это было несколько, которые подходили в нулю Дима Торзок Раз так говорит у нас товарищ Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну не знаю, не уверен Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок В сторону Дима Торзок Дима々 Дима Торзок Юз Продолжение следует... Так, а давай еще такой вариант подумаем. У нас есть вход, значит, в пирс, в пирс с нулем. Есть поезд. Теоретически еще может быть какой-то поезд с нулем. То есть, где вместе с нами в вагон поезда ломанется еще и левиафаны из нулевого пространства. У нас от такси. Хорошего я в этом ничего не вижу, если честно. Ну ладно, давайте посмотрим. На вояж? А, другого тут быть не может. Девушки отдыхают. что она все равно вылезает она не придет в этот мир она разрушает остров то есть просто вот все что строилось для того чтобы нас поймать она разрушается выходит так это как с атлантиной ну типа она как бы вроде бы есть но она ушла на дно я старательно изучил тысячи карт грейхолм не просто исчез его никогда и не существовало иногда мне кажется что мое здравомыслие оставляет меня и посторонние тоже начинают это замечать конце моих поисков меня ожидает лишь приют для душевно больных но и пусть былая страсть к неизведом также оставляет меня на смену и приходят новые интересы сильное чувство притяжения тоже ушло от него не осталось и следа я наконец-то свободен вообще существовал ли источник нуля или все это было лишь приманкой в ловушке я никогда не узнать и от этого душа наполняется светлой радостью но это неплохо это неплохой финал это по-моему самый лучший финал эскейп побег ну или вояж ну да карта вояж просто было теперь это помех я точно знаю что там карта лост вопрос как ее добыть нет к сожалению я как-то сказать посоветовался с духами нуля которые тщательно следят за чатом и они сказали что во второй части нету разнообразие концовок там концовка одна к сожалению на самом деле хотя возникал возникал ощущение что будет двойственная ситуация так но вариантом собственно два вариант первый это выбросить нахрен сферу вопрос то куда выбросить и потеряться на этом острове без ключа но по моему это не катит вариант второй это да брат добиться всех лучей но все мы все лучи мы включить не можем у меня есть отвертка и отвертка мне не дает покоя я не видел ни одного винта который можно было бы покрутить отверткой поэтому давайте что давайте уже не буду углить это все давай электрик лечи как это сделать я свои предположения выдвинул если я хоть немножко к ним по ним как-то приблизился к финалу тогда я считаю что это нормальное окончание я бы сказал что что-то здесь на площадке не хватает потому что площадка есть а толку от нее нет они нет ни кнопок ничего ли подобного а я говорил что отвертка нужна но конечно я не предсказал не предсказал правой башни которая вылезает или в правой башни вот этого здания я не вижу наверно в правой башни которая вылезает что-то под нарушить до типа как ладно давай гадать у меня уже просто нет сил соображать если честно друзья на отвертка бы нам понадобилось я как сюда зашел чувствовал что мне отвертка нужно для чего как чувствовал как он мне же ее оставили зачем-то который вылезает окей тогда будем вылезать башни и все равно я задаюсь вопросом на кой лет я по 10 раз это все повторяю но неужели нельзя было сделать сохраненку с этими вот этими башни раз все делается там и и и и и Ты понимаешь, здесь момент отвлекающий от площадка. Казалось бы, теоретически она нам нужна. Чуть пальцы не оторвало. Вот большинство загадок на самом деле построены так, что рано или поздно ты их найдешь. Не настолько большой выбор, чтобы были какие-то сторонние толкования. Ну, скажем так. Как-то я неправильно развернул. Все равно вариативность, она как бы не на грани. Не когда у тебя 100 тысяч миллионов вариантов. У тебя вариантов обычно 5-6, до которых логически можно дотумкать. А потом их начинаешь перебирать. То есть из разряда, что да, довольно линейно. Ну как линейно? Не просто. Конечно, не просто. Да, смотри, точно. Это мы каким-то белым, что ли? Чистым синим. Без фильтров. Без фотошопа. Блин, ну загадка отвратительная. Ладно. Давай вертеть. Две так. Пока их фиксируем. Без фиксируем. Каким-то типа усиленным светом фигачим, да? И даже если мы теперь дадим зеленый, у нас все равно будет синий. Мы смешаем все три цвета в белый, спектр, РГД, красный, зеленый, синий. Надо решать все. То есть одна не отключит вторую, не перекроет ее. Ага. Прикольно. Так, что я тут кручу? Вот это я кручу. Класс. На щите вообще что-то сумасшедшее происходит. Ну ладно, пошли. Что нам терять? Это Марс. Это вот эти пирамиды. Как Марс тут связан? Как я еще дышу? Поздравляем, вы раскрыли все секреты острова Грейхолм и увидели все концовки игры. The Room Free. Ваши опорства в этом деле оказало на нас неизгладимое впечатление. Команда Fireproof Game желает вам всего наилучшего. Шесть часов, восемь минут. И двадцать минут на поболтать. Хорошо. Хорошо. Годнота. Игра однозначно. Годнота. Иначе оно бы того не стоило. Пройти ее. За один заход. Шесть часов за один заход. Хорошо. Хорошо. Душевненько. Я удивлен, что есть еще вообще живые люди на этой трансляции. Потому что начали мы сегодня с четырех. И за сегодня прошли... Да, там ничего не вылезло. Печально. И прошли мы с вами сегодня две части ЗРУ. И с вами был Огнич. Всем большое спасибо за внимание. Есть... Давайте уже с этим закончим. Что-нибудь включим приятненькое. Есть еще комната четыре. Грехи отцов. Ее нет, к сожалению, версии на компьютер. Но я ее запустил на эмуляторе. И... Это неудивительно. И, кстати, очень много всяких изданий давали хорошие оценки. А потом, прикинь, такая игрушка на телефон. Ну, это чего туда значит? Ну, конечно, как я хочу сказать. Во-первых, третья комната... Вот специально не говорю комната три. А третья комната именно потому, что она называется The Room Free. Так вот, третья комната сделана, конечно... Уже с закосом на ПК больше. То есть, из-за первых двух чувствуется, что они создавались скорее для мобилки. В первую очередь для мобилки. То в трешке они, конечно, очень сильно постарались для ПК. Это полноценный, хороший, красивый квест. Довольно-таки мистойный. И довольно-таки затягивает своей вот этой атмосферой. Но очень много вопросов, конечно, непоняток с персонажами. Я, допустим, до конца не понял. АС, он жив или нет? АС, он... Но мы находили его скелет, да? Но время, как вы понимаете, в нуле это понятие растяжимое. Что за мужик? Мужик бородатый, вроде бы как это хан. А кто такой хан? Хан маг и волшебник. Но повелитель этих пирамидок. И он же плюс создатель этих всех устройств. Но какое отношение хан имеет к нулю? Как это все переплетено? Почему экзорцистка нам помогает? Вот эта призывательница духов Моли или как я там. Короче, сложно. Сложно сюжетом. Сложно понимать, что происходит. Поэтому ты просто включаешь игру и начинаешь проходить головоломки. И не паришься. Игра мне очень понравилась. Игра достойная. Очень хорошая. В духе того, что у нас обычно идет на канале. Было классно. А четвертую, насколько я знаю, она выбивается. То есть, если у нас были все три части как бы одна за другой. То есть, одна большая история. То четвертая, это история про другого человека. И немножко про другие события. Потому что, как вы понимаете, в этой части так или иначе все заканчивается. Плохо или хорошо, но трилогия закрывается. В любом случае, спасибо вам, друзья, большое, Что были сегодня весь этот день, вечер и ночь со мной. Мне приятно в любом виде. Конечно, когда вы приходите на стрим и особенно общаетесь на стриме. То есть, не молчите. Это очень хорошо. Потому что нас не так много. И мне нужно общаться. Мне надо говорить. Понимаете, иначе это все скучно. И вы очень сильно помогаете раскрасить именно сам стрим. Это очень приятно. Спасибо вам большое. Ну и когда вы просто смотрите видео и оставляете комментарии на ютубе, Я не пайчу на комментарии. Мне вся вот эта статистика, все вот эти вопросы, Они мне нафиг не нужны. Мне важно живое общение, живое мнение людей. И это самое главное. Это самое главное, потому что ты стараешься и работаешь для людей. В первую очередь. Вот. Если я с этого еще какие-то плюшки прилетают, То это вдвойне приятно. Но не это неправильно. Всегда, всегда все должно делаться от души. От души в душу. Спасибо вам большое за то, что были на стриме. И друзья, всем спокойной ночи и всем пока. До свидания.